Маша и Лиз. Навыки. Замечательная остановка. Прям остановка была четкая. На самом деле можно эти остановки отрабатывать с Рысьи, даже с Галопа, подальше на расстоянии. То есть это непосредственное упражнение для сбора, для прокачки толчковой и опорной системы. При остановках опорная система задних ножек прокачивается, при приглашении толчковое. То есть это на самом деле веселое упражнение, потому что его можно делать в разных импровизациях. Доверие рукам замечательно. Вообще, горжусь вами, потому что вы прошли курс по воспитанию жеребят, вы мои выпускники. Видно, что у вас построены отношения с Лисом. Как он стоит спокойно? Супер! Нежничает! Замечательно! Недоуздок спокойно. Очень спокойный жеребец Лис, очень уверенный в себе, уверенный в том, что позаботитесь о нем. Так, вот тут сразу хочу сказать, такую длинную веревочку лучше не делать, чтобы ни лошадь не наступила, ни мы не споткнулись. Здесь вроде как показывала у другого плеча, но он не так понял. Остановка, даже осаживание делается замечательным. Замечательно! Вы отличники! Умнички! Хорошо, ставим. Был ли высыл? У вас сегодня, похоже, высыла не было. Отойди, подойди, да? У вас было, началось все с подойди. Ну, вы молодцы! Что я хочу сказать, Маша, вам и Лис, тебе. Вот, смотрю, пересматриваю вашу анкету, то, что у него раньше было вселенское разочарование, когда мы прогоняли Лиса, да? Во-первых, во-первых, мы разобрались на мини-курсе, с чего начать, что лошадь надо хвалить, что он молодец, что он уходит, чтобы он гордился этой его частью работы, что он отходит, то, что ждет. Дальше, почему еще лошадь может себя так вести, что он задумался, когда прогоняет? В табуне бывает изгнание в воспитательных целях, то есть лошадь, главное, другую, если хочет как бы наказать, чтобы тот подумал и проявил покорность, скажем так, и изгоняется из табуна, пока лошадь не спрашивает, когда можно я вернусь. Я видела сама своими глазами, как Гриша, например, наказывал так Зевса, который обижал его кобылу. Ну, в общем, это работает как изгнание. Так вот, если мы поменяем, поменяем мотивацию лошади, что я тебя высылаю, потому что, либо я тебя забочусь, имею право, да, выслать тебя, чтобы позаботиться, чтобы сделать тебе еду, потому что ты молодец, ты помогаешь мне тем, что ты уходишь и ждешь, то есть будет уже интересней. Более того, лошадь, возможно, не будет иметь мотивации подходить, почему? Потому что недостроены границы. Когда границы недостроены и приходится доказывать лошади давлением, то легкий сигнал не имеет значения, а это означает напрямую мотивацию лошади подходить, потому что она попросту не ценит этого приглашения и, может быть, не видит это приглашение, потому что еще плюс, всегда можно, всегда можно находиться в пространстве человека. То есть у нас открылось на этом курсе целых несколько кубиков, несколько, вернее, пазлов построения мотивации лиса. Поскольку лису уже три года, на самом деле, вам уже можно заниматься техниками присоединения и синхронности, и уступчивостью вам можно практически всю в гармонии с лошадью. На цикл упражнений, который будет на сбор, они пройдут на восьмой месяц гармонии с лошадью, то есть уже вырастет лис, во-первых, во-вторых, вы это можете проходить именно для навыка, а не для нагрузки, но уже будет уже четвертый год. Соответственно, если хотите дальше учиться, я вас приму на гармонию, можно уже вам заниматься техниками присоединения и дальше развивать ваши отношения и мотивацию лиса. Сейчас, на данный момент, то, что у вас есть после прохождения курса по воспитанию жеребят, вы просто отличники и на мини-курсе виден ваш прогресс, вы молодцы!